Ровно через месяц Иркутский аэропорт отметит день рождения. 95 лет назад из нашего города вылетел первый самолет. С какими показателями Иркутский аэропорт подошел к своему юбилею? Как он сейчас переживает кризис из-за коронавируса? Как пришлось перестроить работу? Какие планы, какие амбиции у предприятия? Обо всем об этом сегодня в разговоре о главном мы начинаем. Ну, таким пустым аэропорт я не видела никогда. Вообще, говорят, аналитики США проанализировали и сказали, что у них сейчас загрузка на уровне 1963 года. Из-за коронавируса, конечно. А у нас как с этим делаем? Мне кажется, необязательно обращаться к аналитикам США. Можно посмотреть Россию, где падение просто в разы. Если говорить про аэропорт именно Иркутск, то падение где-то порядка 85-90 процентов. Ну, у нас вообще в России в прошлом году мы вышли на распределение, на процентное соотношение перелетов внутренних и внешних где-то 40 на 60. То есть внутри России стали летать больше. После того, как закрыли границы, сразу 40 процентов отпало. Потом, когда каждый регион ввел, ну, сначала нас всех посадили там... На самоизоляцию? Как победа. Победа вообще там, ну, то есть два месяца они вообще сказали. Мы не летаем. Потом каждый регион ввел свои правила. И теперь, ну, люди тоже, когда человек летит из одного региона во второй, то есть ему, знаете, как путешествие, как в 19 веке. То есть ему нужно прилететь сюда, сидеть две недели, потом поработать, потом, ну, если все хорошо, дай бог, потом прилететь обратно, посидеть две недели и того там... Недельная поездка прощается в полтора месяца, да? Нет, ну, даже... Да, если там... Да и раньше мог слетать в Москву, утром прилететь, вечером улететь. Ну, сейчас планирую месяц. Александр, было непросто готовиться к нашему с вами интервью. Очень мало упоминаний о вас в прессе, и вы практически никогда не комментируете вашу деятельность. А почему? Ну, чтобы комментировать какую-то деятельность. Ну, вообще, в принципе, это отдельная отрасль. Есть для этого там пресс-службы, средства массовой информации. У меня там другие были задачи в период вхождения в эту должность. Поэтому, ну, без меня коммендатора хватало. Тем более в потоке информации, непосредственно касающейся аэропорта, международного аэропорта Иркутск, именно в Иркутске, учитывая политическую обстановку, ну, просто мои комментарии там потерялись бы, и, в общем-то, они не очень кому-то были нужны. Важнее было показать, что можно сделать, как это может выглядеть. Расскажите, пожалуйста, вы почти три с половиной года занимаете пост руководителя совета директоров аэропорта. Что было сделано за это время? Насколько сейчас эффективно предприятие? Какие экономические показатели у него? За три с половиной года? Ну, вот от чего отталкиваемся мы? И что в таком поле внешнем больше учитывается? Наверное, это пассажиропоток. Это если сравнивать показатели, то к 2016 год мы закончили миллион семьсот, а итоги 2019 года, ну, они даже... Рост есть, но разочаровали, потому что мы за этот период превысили отметку два миллиона, и там порядка 30 тысяч всего не дошли до двух с половиной. Это, конечно, так... Почти миллион нарастили? Чуть меньше? Ну, да, да. Показатели у нас в сравнении с аналогичными аэропортами у нас показатели неплохие, очень даже. Вот, это то, что касается пассажиропотока. Груз падает вообще по стране, вот и в Иркутском аэропорту в частности, но меньшими темпами немножко, чем по России. И чистая прибыль, ну, мы ее практически удвоили. То есть, если по итогам 2016 года это было порядка 400 миллионов, то 2019 год мы закончили почти 800. Ну, то есть можно сделать вот, что предприятие крепко сейчас на ногах стоит, и кризис не так по нему прошелся? Ну, кризис прошелся по всем, потому что, ну, падение это просто колоссальное, это не проценты, это десятки процентов, и падение по сравнению с прошлым годом за эти месяцы это 85-90 процентов. Это, ну, это просто какие-то слабо переосмысливаемые цифры. Александр, ну, я вижу, закрыты у вас павильоны сейчас. А платят ли аренду? Сейчас нет, потому что тут некому. В общем-то, не то что там покупать, смотреть-то никому. Ну, вот еще одна очень важная вещь, которая, я считаю, такое, и достижение для руководства аэропорта, это изменение системы формирования арендных платежей. То есть она, по-моему, с конца 2017 года она заработала, это открытый конкурс. То есть это не договора, когда приходят, там тебе выделяют место, там, или там просят поставить, там, павильон, или еще там что-то. Прямо лот размещается на... Электронных торгах. Да, на электронных торгах. И в этом отношении, то есть не мы формируем даже цену. Ну, то есть понятно, что у нас есть стартовая цена, но не мы даже формируем цену. То есть люди приходят и формируют. Благодаря такой системе еще и доходную часть удалось. А, даже увеличивая доходы свои. Здорово. Ну, я знаю, что аэропорт подошел к кризису с такой неплохой подушкой, да, и экономические показатели, эффективность предприятия сейчас на достойном уровне. Если государство даст еще субсидии, будет еще лучше, и это, ну, конечно. Но никто к этому был не готов, и никто не готовился. Но то, что касается международного аэропорта Иркутск, то да. То есть, первое, у нас нет никакой кредиторской задолженности, за исключением текущей. Грубо говоря, мы никому, никому ничего не должны. Показатели по прибыли растут. Здесь реальные деньги, приличное очень количество. Ни одна сотня миллионов просто на счетах размещены. Ну, и благодаря вот этой политике и всем действиям, которые мы проводили последние, там, три года, есть финансовая подушка, которая позволяет и коллектив сохранить, ну, потому что сейчас и авиакомпании сокращают, и, ну, если говорить только про... Здесь не сокращают, в аэропорту никого не сокращают. Оптимизация идет, естественно. Ну, то есть, без этого нельзя, потому что, ну, убытки тоже нужно минимизировать планово, да, никуда от этого не денешься. Но, опять, по каким-то робким таким прикидкам, звоночкам, и рынок начинает потихонечку оживать. Ну, надеюсь, что такая ситуация очень долго не продлится. Хотя, конечно, показатели даже на уровне, наверное, плановых, в 2020 году, наверное, мы уже, ну, то есть, вряд ли достигнем. Хотя первый квартал отработали неплохо. Ну, а потом, это январь, февраль, март включительно. Ну, вот последние два месяца, это, конечно... Несмотря на то, что в первом квартале уже была эпидемия, по миру шла, несмотря на... Ну, мы каждый годовой план, мы ставили с учетом обязательного роста доходной части. Но доходная часть, наверное, несет за собой расходную. Но если говорить про соотношение, то в обязательном порядке и процентное соотношение должно было быть в пользу доходной части. Мы всегда планировали, что расходная часть растет меньше в процентном соотношении даже. Вот видите, а вы говорите, вот у нас... Ура! Вот, видите, и здесь тоже жизнь есть. Как выглядит положение Иркутского аэропорта на фоне подобных ему в стране? Ну, то есть, вот, если сравнивать нас с кем-то? Ну, цифр по другим аэропорту у меня в голове сейчас нет, но каждый год мы проводим бенч-маркет. Не все цифры сейчас открыты, потому что, конечно, и разные хозяйственные такие сборки, и непонятно, кто-то на аутсерсинг что-то уводит, поэтому мы можем только ориентироваться. Но вот если говорить пул аэропортов, с которыми мы сравниваемся друг с другом, понятно, что это бесполезно сравнивать с... С Москвой. С Шереметьево, Домогет, ну, там совсем другие обороты, уровень и так далее. И вот это Красноярск, Хабаровск, Владивосток, Екатеринбург, Тюмень, Калининград. Ну, по основным показателям мы не на последнем месте далеко. Даже там пару раз нас... А сравнение идет по каким показателям? По пассажиропотоку по... Пассажиропоток, грузоперевозки, взлетная масса, количество вылетов, рентабельность, прибыль поэбита. Ну, вот основные показатели, по которым можно сделать вывод, как это выглядит, состояние экономическое, ну, и перспективы развития того или иного предприятия. Очень много было сделано для модернизации предприятия за последние три с половиной года. Расскажите, что было сделано в этом направлении? Может, техника какая-то закупалась или еще что-то? Ну, если говорить... Там всю технику, конечно, это невозможно просто перечислить. Это там десятки, если не сотни. Порядка 700 миллионов за три года мы потратили денег на основные фонды. Это только инвестиции. Причем я подчеркну, что это реинвестиции, это наши. Наших денег, у нас нет кредитов. Какие там основные вещи были сделаны. То есть вы зарабатывали и вкладывали в собственное развитие? Да, да, да. В конце каждого года согласовывается инвестиционный план развития, в соответствии с этим планом, и вкладываются деньги в активы. Существенно был обновлен парк пассажирских автобусов. Мы выбрали автобус, и его комплектовываем одинаковые все, это МАЗы. В прошлом году было куплено много рентгенотелевизионной оборудования, потому что требования увеличиваются. По-моему, штук 15, наверное. Чтобы вы понимали, там одна стоит порядка трех миллионов. Много оборудования было куплено в цех борт питания, практически целиком обновлено. Было несколько зданий построено, каркасных и бескаркасников для спецтехники. В прошлом году такие знаковые, наверное, покупки. Это машины для уборки паскостных сооружений на базе «Мерседеса». По-моему, шведское оборудование на них стоит. Они называются «Машина подметально-продувочная». Ну вот, чтобы понимали, какие вложения, например, каждый из них стоит больше 40 миллионов. Ну и сейчас аэропорт продолжает модернизироваться, идет реконструкция работы по ремонту аэродромных покрытий. Какой там объем, когда закончат? Все, что мы делаем с плоскостными, это не включено, инвестиционную программу, потому что плоскостные принадлежат не нам, а принадлежат области. Там немножко такая, как всегда, эксклюзивная схема. В Иркутске мы не можем так, как все. Но это ежегодный ремонт практически. То есть это плановая работа? Да, это плановая работа, относительно небольшие деньги, то есть порядка 70 миллионов. В прошлом году мы потратили на это порядка 40 миллионов. В этом году около 60 тысяч квадратных метров, по-моему. Это ВВП, рулежки, перрон немножко. Что такое полет для человека? Это же все равно стресс. Когда человек садится в замкнутое пространство, оно раньше такое и было. То есть ты заходишь, здесь стояли киоски, здесь вдоль окон стояли киоски. И человек, если в Москву, то там 6 часов в замкнутом пространстве, он еще здесь. Вот он на высоту. То есть это все равно стресс, как бы там, даже если люди не волнуются, которые говорят, то есть все равно напряжение. И было принято решение, ну то есть изменить вообще концепцию внутри, и в международном, насколько это возможно, и здесь. И, ну то есть привезти, сделать такие бутики, в которых человек ощущает себя, как просто там в торговом центре, зашел там, прошелся дальше, там, пошел, выпил кофе. И спокойно сесть и посмотреть, ну какая красота-то. На самом деле, особенно в хороший день, ты смотришь, как самолеты заруливают, как они взлетают. То есть мне кажется, что это немножко так тебя успокаивает, приземляет, во-первых, да. А во-вторых, я не очень понимаю, ну зачем было закрывать такую красоту. Такая набившая оскомину тема, дорогих билетов из Иркутска куда бы то ни было. Как прокомментируете? Это что? Это тарифная политика аэропорта? Это политика авиакомпаний? А сколько в стоимости билета могут достигать услуги аэропортовые? И, ну, по нашим прикидкам, там везде по-разному, это никогда не достигало даже 10%. Но нужно учитывать, что, ну, во-первых, нужно содержать всю инфраструктуру. Вот у нас на сегодняшний день, например, если говорить про Иркутский аэропорт, это порядка 2000 человек на 19-й год, по-моему, 1937, по итогам 19-го, там, среднесписечная. Это нужно встретить и проводить пассажиров, это нужно обслужить самолет технически, это нужно его заправить, это нужно его выпустить, ну и так далее, и так далее. Там такой набор услуг, когда люди прилетают. А потом ведь еще и люди, которые прилетают и улетают, они хотят, чтобы все было красиво, чисто, аккуратно. Ну, это же тоже затраты. В прединтервью вы говорили, что вам очень часто задают вопрос, сколько вы зарабатываете на посту руководителя совета директоров? Ну, вообще принято, что совет директоров имеет вознаграждение по итогам, как правило, работы за период. То есть совет директоров Международного аэропорта Иркутск работает на общественных началах. Это прописано во всех документах, и в самом начале, я с этим был знаком, я понимал, что я иду. Ну, у меня достаточно, я зарабатываю для того, чтобы что-то поделать на благо Родины. То есть бесплатно? Бесплатно. А зачем вам это? Ну, зачем мне это? Ну, наверное, не все. Ну, если бы у меня не было другого заработка, то, безусловно, наверное, такой бы вопрос стоял. Хотя это требует много и времени, и сил порой даже. Очень, но так как, слава Богу, мне денег хватает, поэтому, ну, можно и поработать, ну, я уже сказал, да, на благо. Просто сделать что-то, ну, я по-другому скажу, просто когда обсуждали возможность захода в совет директоров, да, были поставлены, даже не поставлены, было несколько задач, которые мне показались очень интересны. И, наверное, вот это стало основным двигателем, почему я принял это решение. Что это было за задачи? Первое, я же не понимал, и, то есть, я этой кухней никогда не занимался. Я имею в виду, с точки зрения экономики, как выглядит это предприятие. Мы все понимаем, что это, наверное, самое знаковое предприятие, да, в области. То есть, что есть внутри, и одна из задач была, это разобраться и подтянуть эффективность работы предприятия. Тем более, оно как год только было передано в областную собственность. То есть, по сути, я, наверное, первый представитель совета директоров, который так вот долго занимался, занимаюсь этим предприятием. Разобраться с экономикой, повысить эффективность. Я сам часто летаю. Ну, некоторые вещи, которые я наблюдал в аэропорту, мне там не очень нравились. То есть, я человек достаточно такой системный, аккуратный, поэтому не очень понимал, почему они происходят именно так, не по-другому. И вот эта первая задача была очень интересна. Вот. Ну, и по результатам, я думаю, можно посмотреть и оценить, удалось ли, не удалось. Вторая задача – это строительство нового терминала. Не состоялось. Почему? Да, это задача, но была такая. Очень хотелось приложить к тому, и очень хочется приложить к тому руку. Почему не состоялось? Ну, там, это где-то, получается, там за нами, там камень. Который заложили. Который заложили, да. Вот такой, наверное, я бы его назвал, это памятник непостроенному терминалу. И памятник непринятым решением. Я как-то в новостях, ну, копался и там какую-то историческую ссылку увидел. Один из губернаторов говорил. Здание нового терминала мы начнем строить в 2010 году. Ну, с технической точки зрения это все достаточно просто, на мой взгляд. Даже есть, ну, это еще в 2017 году я писал записку на губернатора и правительства с вариантами, как это можно сделать. Ну, и сегодня есть вариант, ну, один из вариантов, я так скажу. Построить учить самостоятельно. Вопрос только в воле людей, которые принимают решения. На каком уровне эта воля, я не знаю. Ну, вот я по терминалу вам привел пример. Я не вижу сложности построить терминал. Темпы развития очень сильно ограничены возможностями. Скажите, а вот этого не хватает, который есть? Его так долго реконструировали. Мы там все ждали. В этом маленьком вагончике выходили, получали багаж. Вот он теперь такой красивый. Мало его для нынешних нужд аэропорта? Багаж получали не в вагончике, а в сарайчике, да, скорее. Там это больше так было похоже. Для внутренних линий, то есть, его хватает. Запас у него есть. Но у нас есть еще международные перелеты. Сюда мы их втолкнуть не можем. Ну, и они по нормам, по правилам сюда не подходят. А международное направление растет. Поэтому выход один – строить новый терминал. Ну, это первое. А второе, ну, все равно, во-первых, нормы меняются очень сильно. Во-вторых, и меняются требования пассажиров и авиакомпаний. Ну, тоже под это хочется как-то попадать. Все, что мы смогли сделать во внутренних линиях, в международных линиях, вот с той площадью терминалов, которая на сегодняшний день существует, ну, я считаю, что все сделаем. То есть, мы добавили и кресло для пассажиров, мы убрали вот эти вот ларьки. Не понимаю, почему это не могли сделать раньше. Опять Иркутск отличился. То есть, чтобы постарались сделать внутреннее содержание, ну, более современное, что ли, да, и более удобное. То же самое и в международном аэропорту. Увеличили количество мест, убрали эти ларьки, сделали зону комфорта большую. Достаточно там нашли площади. Поменяли прием багажа. Ну, все, на этом мы закончили. Потому что, чтобы развиваться дальше, с учетом всех требований и возможностей, нужны другие площади, нужна другая компоновка. А еще какие задачи стояли перед вами? Не совсем. Это, конечно, компетенция ни Совета директоров международного аэропорта Иркутска, ни, тем более, руководства аэропорта. Это модернизация сети малых аэропортов. Там же тоже, я не знаю, как по всей стране, а там, ну, идет постепенно упадок. Начиная от инфраструктуры аэропортовой и включая возможность перелетов именно самолетов. То есть, вот у нас сейчас АН-24 летает. Сколько он еще будет летать? То есть, непонятно. По сути, альтернатива ему не очень понятна. Была создана рабочая группа при Министерстве жилища, политики и транспорта, на которой, ну, вот обсуждались вопросы модернизации. Устилимского аэропорта. Почему Устилимского? Потому что там с развалом Советского Союза аэропорты, ну, в частности, малые аэропорты Иркутска, ну, часть закрылась, часть растащили. Они еще и приобрели разную форму собственности и статус. И это очень сильно отягощает, потому что они, некоторые из них стали частными. Каждый аэропорт, у нас их порядка десяти. То есть, с ним нужно работать отдельно, каждый собирать и для каждого строить стратегию и развитие, и финансирование. И вот почему убран был Устилимск, потому что он принадлежал муниципальному образованию. И в свое время там достигли договоренности. Ну, год там пытались при Минжикха какую-то схему собрать по поводу его модернизации. Ну, в итоге приняли решение, несколько раз эту тему обсуждали. Аэропорт. Я, в частности, взял на себя такую сборку, организацию схемы, как перейти непосредственно, чтобы начались работы по модернизации. Передали его в область. Мы сделали ограждение, расчистку полосы, поставили новый терминал. Ну, и вот там можно по-разному смотреть. Это, конечно, не тот масштаб, который в Иркутске, но, тем не менее, ну, так скажем, это маленький пример того, что если не мешать, то это можно делать. Сделали топливозаправочный комплекс. Рейс — это такая самая важная штука, которая позволяет, вот, Устилимск, как летали самолеты, самолет летит до Устилимска, потом оттуда летит в Братск, на дозаправку, потом из Братска летит... Нет, потом из Братска летит в Иркутск. Вот, и в конце прошлого года даже были пробные рейсы запущены в Красноярск. Ну, то есть из Устилимска. То есть это же такая инфраструктура, которая, ну, при правильном ее потом управлении и использовании, она дает некие результаты. И вопрос такой, если мы хотим развивать территорию, ну, куда сейчас без авиасообщения? А чего сегодня не хватает аэропорту Иркутск, на ваш взгляд? Куда расти, куда двигаться, помимо терминала? Ну, во! Это Иркутскому аэропорту, такой вопрос задали, Иркутскому, чего не хватает Иркутскому аэропорту, как чему? Ну, как предприятию, куда у него, какие, может быть, планы, амбиции какие-то, куда надо двигаться сейчас? Ну, вот, знаете, вот в этом зале в 16-м году, число точно не помню, в декабре, когда меня представляли коллективы, здесь как раз была конференция просоюзная, и как раз только меня избрали, и назначили тогда директором, был исполняющим обязанности Риндаревского. И я сказал, что задачи очень простые у нас, это становиться лучшими в стране. Амбициозный цель. Звучит, конечно, так, ну, с одной стороны пафосно, а с другой стороны, почему бы нет? Вот, и это точно можно сделать, это, ну, тут абсолютно, я в этом абсолютно уверен. Цель быть лучшими в стране? Ну, да, в общем, нет. Ну, я, 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 она такая немножко эфемерная, вы задавали мне вопрос, по каким показателям вы сравниваете, да, с аэропортами. Вот я был в Крыму 4 года назад. Вот там решения, ну, все решения, которые принимаются по Крыму, я не знаю, там, они не хозяйственные, они политические. И за год, вот, как только он перешел в Россию, я ничего против не имею, конечно, там построили быстренько терминал. Ну, красавица, всем фирмам. Нет, 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 сначала построили терминал небольшой, потому что у них, у них и старый очень красивый терминал, там рядом построили, быстренько собрали небольшой терминал. Ну, а вот я был в этом году, знаете, я когда вот в Ростове я был в новом терминале, ну, слушайте, ну, заходишь, смотришь на это все и не понимаешь, ну, почему нельзя это сделать в Иркутске? Причем, учитывая и нашу географию, и Байкал, и историю, ну, то есть, целый ряд факторов. Это же все накладывается и на вот понятие лучшее в стране, почему нет? Редактор субтитров А.Семкин